сегодняшнего дня. А вот первая часть до обеда, она посвящена вот теме мировоззренческие основы безопасности жизнедеятельности или что значит жить по-божески. Потому что, конечно же, трезвость как норма жизни, на мой взгляд, это чрезвычайно важно для страны. Но если человек это понял и осознает, то что дальше. То есть трезвость это необходимое условие, но вовсе недостаточное для того, чтобы вот жить действительно насыщенной и счастливой жизнью. Поскольку схемы разрушения вот этого нормального жизненного пути, они отрабатываются профессионально и имеют навыки столетней, что называется. Поэтому нужно уметь противостоять тому, что на сегодня наработано для того, чтобы вывести человека из нормального житейского русла. Ну а для чего? Ну а для того, чтобы на нем деньги можно было делать. По сути, основная задача превратить человека в планктон, на котором можно зарабатывать. Ну и так вот некоторые там фразы, я просто презентацию оставлю, может кому-то там здесь пропагандистский актив в основном, поэтому можно будет презентацию организаторов взять. Это вам известные вещи. Но я просто хотел подчеркнуть, что эти Гёте еще в его-то годы уже писал «Цивилизация велит идти вперед, теперь прогресс с собой и черт одвинул». Так вот, мне кажется, во времена Гёте это были еще цветочки, а сейчас мы видим все это уже в полный рост, что называется, когда нам пытаются абсолютно противоестественные вещи навязать в качестве нормы жизни. Ну и истоки мировоззренческой безопасности нужно искать, конечно, в основах вот вообще. И я сегодня выступаю перед теми, кто сотворен свыше, да, и сотворен Богом. Потому что некоторые считают себя произошедшими от обезьяны, но тогда это лекция не для них, что называется. В моем понимании Бог сотворен человеком, и при всем при том, что Библия это далеко не факт от Бога, а многое в ней имеет там уже конкретную земную природу, но есть там некоторые очень значимые детали и тонкости. И вот одна из них в самом начале Ветхого Завета в книге Бытие, вот 26 стих, он у меня здесь процитирован, он звучит так, «И сказал Бог, создадим человека по образу нашему и по подобию нашему». Вот если вы будете со священнослужителем любым говорить, он вам сразу скажет, что Бог сотворен по образу и подобию Божьему. Ну вот вы теперь должны знать, что это не так. И они просто не очень внимательно читали Библию, потому что это только замысел был Бога создать человека по образу и подобию. Потому что 27 стих говорит о том, что создал Бог человека по образу своему, образу Божию. То есть о подобии ничего не говорится. И это вовсе не ошибка того, кто заказывал Библию, не ошибка того, кто писал ее. Это, в общем-то, мировоззренческая суть того, что происходит с человеком. Потому что человек действительно появляется от рождения, наделенный исключительно и только образом Божьим. То есть вот руки, ноги, голова, это все неотъемлемо. Но подобие божеское он может или приобрести за время жизни, или не приобрести. Это зависит от человека и от тех условий, в которых он оказался, от внешней среды. Ну, давайте с вами представим такой мистический эксперимент, что на родившихся детей по воле какого-то злого случая поместили на необитаемый остров, где живут одни только обезьяны, которые пригрели их. Такие факты в животном мире запросто реализуются. И вот они живут там. И вы приехали на этот остров через 12 лет. Как вы думаете, кого вы увидите на этом острове? Ну, ответ понятен. Вы увидите обезьян. Образ только останется, но ни одна из программ, потому что до 12 лет все программы практически отмирают, ни одна из программ уже запущена быть не может. Эти люди будут исключительно вот теперь уже нести подобие не божеское, а подобие того окружения, в котором они оказались. Попал в стаю обезьян, стал обезьяной. Попал в стаю курящих, стал курящим. И это, к сожалению, не столько вина конкретных людей, сколько их беда. Хотя часть вины на тех, кто вот недостаточно все-таки анализирует окружающую среду. Вот с детишками, когда мы говорим, там им, к сожалению, нечего было анализировать. Но когда вы живете в человеческом обществе, то нужно очень внимательно анализировать. И встретившись с тысячей человек, на тысяче первом, вы можете очень многому научиться, только его надо вовремя заметить и вовремя подсмотреть. Рано или поздно вам Бог его подошлет, если вы действительно ищете путь к подобию божескому. Вот такая тонкость, которую нужно понимать. И важно понимать, что если мы хотим изменить наше общество к лучшему, хотим, чтобы страна наша развивалась, то путь только один. От личностного развития к развитию общества. Невозможно изменить ситуацию в обществе. На это не способен ни президент, ни правительство, никто другой. Изменения возможны только тогда, когда все-таки происходят перемены на уровне конкретных людей, конкретного человека. И не случайно и во времена Диогена, вы помните, ходил он с фонарем по синопу и на изумленные вопросы отвечал, ищу человека. И сегодня, наверное, эта задача для Диогена бы ничуть не упростилась. О том же, помните, и в «Мастере Маргарите», когда Воланд, находясь в театре, решил проверить, спрашивать, ну что тут изменилось-то в Москве. Говорит, ну как, у нас теперь все новое, трамвай, троллейбус. Он говорит, ну а люди-то как? Ну и помните там сцену, стрельнуло там с бумажками. И говорят, о, а люди те же самые. Вот поэтому, к сожалению, мы многое делаем в техногенных достижениях, но мало исследуем природу и существо человеческое. А следовательно, если говорить о прогрессе с точки зрения личностного развития, то он, к сожалению, невелик. И все это обусловлено вот колпаком навязанных стереотипов, потому что стереотипы – это то, что и порождает того или иного человека. Вот человек как попадает в ту матрицу окружающей среды, эта матрица его и формирует. Если у него не хватает силы воли выскользнуть из-под этой матрицы и найти за ее пределами других людей, которых до недавних пор было очень мало, но сейчас, вот я вам приведу пример о переменах, ну, скажем, в возрасте до 40 лет, у меня практически не было ни одного человека знакомого, кто бы в принципе не потреблял алкоголь. Так вот сегодня у меня, наверное, уже теперь тысячи знакомых, которые никогда в жизни не сделают глотка алкоголя. И когда у меня собирается, как говорят, компания дома, или где-то даже на нейтральной полосе, то, как правило, это люди, кто не потребляет алкоголь в принципе. Это существенные перемены вообще в обществе. Просто не все это замечают, но действительно идет такой разлом. Кто-то в траву, что называется, но остальные люди, их уже не устраивает, вот так сказать, плыть по волнам, а они поднимаются над происходящим, видя неприемлемость той жизни, которая сегодня организована. И достигается это все, конечно же, через уточнение смысла бытия. Ну, пожалуйста, следующий слайд. Поэтому самое главное понимать, что в принципе выбор-то у каждого человека есть. Бог наделил нас и развлечением, и чувством меры, и волей. И мы можем выбрать практически из двух вариантов. Либо это путь тьмы, когда человек просто, в общем-то, является, по сути, заложником инстинктов, и цель его гедонизм, то есть получение удовольствия. А жизнь это вот от удовольствия к удовольствию, лишенная какого бы то ни было смысла. А в основе того пути это растление души, а дальше человек, не понимая того, становится заложником. И, по сути, на нем действительно просто делают деньги. Где самые большие деньги делаются? На алкоголе, табаке. Дальше фармация. Это один из самых крутых рынков. Ну, естественно, если корит, пьет ему нужные врачи там, футбольные матчи в Англии и так далее, и так далее. И он идет путем, в общем-то, по сути, противоестественным. Хотя он считает, что он по-своему счастлив, потому что он выпил очень дорогой коньяк, он проехал на самой дорогой машине, он слетал на футбольный матч в Лондоне. Ну, а потом за этим ритуальные услуги. Но туда тоже долго не пускают, пока есть деньги, там, так сказать, есть разного рода механизмы, как предварительно их все вытащить. Ну, и, естественно, путь света. Это миссия человек, который понимает, что он сотворен по образу и по подобию Божьему, расценивает себя как наместника Бога на земле, и видит цель в освоении генетически предопределенного потенциала развития, и именно в этом находит счастье. И он счастлив, потому что его жизнь интересна, потому что у него есть перспектива, уходящая далеко за горизонт, как вот недавно сказал Владимир Иванович Путин, особенность нашего цивилизационного пути. И хотел бы просто уж, как вот, поскольку я из аграрного университета, хотел бы подчеркнуть, что важнейший фактор в процессе воспитания человека находится в формировании его отношения к природе и вообще к природе. Потому что природа — это, по сути, если угодно, аутентичное священное писание. То есть вот все священные писания, с которыми мы имеем дело, конечно же, это не факт от Бога, это понимают все, что их писали на земле. И там можно спорить в разных нюансах и достоверностях того или иного писания, но невозможно спорить о том, что природа сотворена свыше. И поэтому, анализируя природу, можно многое понять, и можно многое изменить в жизни своей собственной, в жизни семьи, в жизни общества, если повнимательнее присматриваться к природе. Именно поэтому я, к примеру, студентов нашего университета позиционирую так, что они не должны жить так, как живут студенты, скажем, технических вузов. Их предназначение взаимодействия с растениями, с животными, с мирозданием. И они должны не только, как бы, так сказать, задачки решать научные, но и сами учиться, и у природы в том числе. Я вот часто спрашиваю, ребята, а вот вы не задумывались, почему это вот соловьи весной так, значит, поют трогательно? Оказывается, соловей поет тогда, когда самочка высиживает яйца. И известные опыты, что если соловей не поет рядом с гнездом, то птенцы появляются безголосые. И если бы и мужья понимали вот такие процессы, то, наверное, у нас и семьи, и дети были бы принципиально иными. У нас вот на сайте нашего университета есть раздел «Литература». Там есть очень много полезного. Я вот обращаясь, прежде всего, к молодежи, хотел бы сказать, что вот именно этому мы должны прежде всего учить, в том числе и в студенческой среде, и в том числе и рабочую молодежь. Ту молодежь, которая либо планирует создать семью, либо уже создала семью. Ну вот, в частности, одна из книг, но эти книги с говорящим названием. Одна из них называется «Воспитание в утробе матери» или «Рассказ об упущенных возможностях». То есть вот в этот период отношения отца и мамы, они полностью ложатся на то самое бессознательное, на тот винчестер, который формируется в утробе матери. И ребенок на свет появляется, сформированный целиком и полностью теми отношениями, которые были между родителями. Если это были ссоры, разборки, это один ребенок. Если это были отношения любви и соловьиных трелей, то это совершенно другой ребенок. Поэтому вот хотелось бы, чтобы ребята наши тоже, по крайней мере, на уровне соловьев, понимали бы свою миссию и реализовывали бы ее в жизни. Я хочу сказать, чтобы мы с вами не были наивными и не думали о том, что, значит, вот многое из того, что происходит, это потому, что вот где-то как-то кто-то чего-то не знает. Нет, здесь просто ситуация, когда на протяжении трех тысяч лет на земном шаре реализовывалась толпоэлитарная система управления, поскольку, вы знаете, что не произошло выравнивание частот биологического и социального времени, то есть технологии обновлялись существенно дольше, чем обновлялись поколения. И получалось, что человек однажды получал знания, и ему хватало на всю жизнь. И вот сформировалась действительно модель такая управленческая, когда, чтобы управлять, нужно, чтобы были люди наверху, которые кое-что понимают или понимают все еще выше, а внизу толпа, которой нельзя давать информацию, и тогда вот эта толпоэлитарная пирамида прекрасно управлялась. А сейчас, когда произошла трансформация, вот, по сути, уже второе поколение растет в новых условиях, когда технологии обновляются быстрее, чем поколение. Теперь, вы знаете прекрасно, каждые 5-10 лет технологии обновляются. Сохранить толпоэлитаризм дальше уже безнадежно. И вот, к сожалению, не все это понимают. Вы помните, когда Каганович умирал, он сказал такую фразу. Они не понимают закона времени. Закон времени, вы помните, у Пушкина, он тоже говорил об этом моменте. Он, говоря о системе глобального управления человечеством, он говорит, он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна, но против времени наука, закона, его наука не сильна. Так вот, пример того, что сегодня есть просто действительно две реально разные концепции. Это концепция толпоэлитаризма, когда вот должна быть так устроена система. И вторая, это система антитолпоэлитаризма, когда вниз должна даваться информация полная, и тогда люди на основе соборного интеллекта найдут наилучшие пути развития и страны, и человечества. Вот мы сторонники такого пути. Мы считаем, что нужно увеличить кадровую базу управленческую, нужно привлечь всех, кто есть внизу, и дать им для этого полную информацию. Но, чтобы вы не думали, что эта информация сегодня доминирует, я вам вот краткую выдержку, сейчас мы послушаем, вы ее наверняка слушали, ну, когда вместе слушаем, может, какие-то новые явления происходят на эгрегоральном уровне. Это из выступления Германа Грефа на Петербургском экономическом форуме прошлого года. Там до него выступили как раз вот с этой идеей, что нужно дать людям информацию, и тогда мы, может быть, действительно изменим нашу жизнь к лучшему. Вот Греф на это ответил. Если сейчас у нас включится, пожалуйста. Не включается, да? Ну, тогда, значит, потом мы, может быть, это послушаем, потому что там есть отдельное. Ну, может, не стоит нам прерваться. Ну, вот смысл в том, что есть на сегодня и в западной цивилизации, и у нас на сегодня есть разные точки зрения, и многим кажется, что то, как было раньше, можно вот систему управления сохранить и впредь. Но, по нашему мнению, это не вполне оправдано. Вы знаете, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Потому что вы говорите, мне страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть в руки населения. И при этом, если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что же мы управляем? Потому что мы так не понимали, как только все люди поймут основу своего я, это самоидентифицируется, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре Каббала, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на голову средствам массовой информации, которые как бы независимы. А на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страд. Так как в таком случае жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. Мне кажется, что вы не совсем понимаете, что вы говорите. Ну вот видите, точка зрения принципиально иная. И вот сегодня, по сути, базовое расхождение вот в этом. То есть, либо вот на этом пути можно искать будущее, либо на другом. Мы придерживаемся другого варианта. И основной наш принцип расширять кадровую базу управленцев. А для этого информация должна свободно циркулировать в обществе. И это, собственно, обеспечивает повышение качества управления. Ну и тогда следующий слайд. Ну я не буду здесь, это я готовил в том числе, вот вчера был слет в Шеймуратово, такое теперь известное место, да, где выпущены деньги без процентов и инфляции. Ну так условно, деньги, товарные талоны фактически по образу и подобию австрийского города Вергль. Ну там ребята молодцы в том смысле, что они не просто теории, они на практике это все реализовали. Я там готовил некоторую информацию, которую здесь, может быть, и не обязательно повторять, но просто известные вещи, что иногда у нас проблема в чем, вот на этом слайде я покажу, проблема в том, что когда мы говорим об управлении, то под управлением, к сожалению, чаще всего понимаются вот только три последних этапа. Это организация структуры, несущей целевую функцию управления, контроля и коррекция деятельности этой структуры и потом ликвидация, трансферация и так далее. То есть мы вообще не задумаемся о первых четырех этапах. Они как бы вот кем-то когда-то не спосланы свыше, и мы о них забываем. И реальные управленцы, они вот суетятся по поводу последних трех этапов, то есть меняют структуры, соединяют их, разъединяют, но не задумываются чаще всего о предыдущих этапах. И вот сейчас как раз вопрос стоит о том, чтобы понимать процессы управления на базе достаточно общей теории, которая была разработана вот под руководством академика Зубова и которая, на мой взгляд, пока еще недооценена в практике государственного управления. Академик Зубов вот в 90-е годы, ну это действительно, я считаю, такая разработка цивилизационного уровня значимости и она порождена нашей цивилизацией. Ну и, пожалуйста, следующий слайд, это тоже, я не буду говорить как раз о том, что, почему, на мой взгляд, Герман Греф не прав, потому что он не понимает закона времени. Так, если бы вот пирамидка не начала разрушаться, то тогда он был бы прав и может быть, действительно, в той ситуации так и лучше было бы, чтобы избежать разного рода трагедий, катастроф и так далее. А сегодня нет, сегодня мы видим, что попытка сокрыть информацию, она лишь драматизирует происходящее и то, что происходит на земном шаре, это, конечно, я думаю, не удовлетворяет никого из думающих людей. Ну, я здесь, значит, по приоритетам, что здесь, если всем эта информация известна, что реально это управление, оно идет вот на базе шести управленческих приоритетов, и поэтому, ну, может быть, мой взгляд вот на основную тему нашего летнего вот этого мероприятия, которое посвящено, прежде всего, трезвости, у меня здесь позиция моя отличается лишь тем, что я считаю малоэффективным ограничиваться рассуждениями только на пятом приоритете, потому что они не ведут к конечному результату, и они, по сути, ничего не дают, если человек не понимает, как этот приоритет встроен вот в целостную систему глобального управления. Важно очень понимать вот мировоззренческую несовместимость образа жизни, я бы сказал, даже не столько здорового, сколько разумного просто, да, и алкоголя, то есть несовместимости в принципе, потому что как у военного оружия есть там градация по мощности от пистолета, винтовки до пушки, так и у генного оружия есть та же самая градация от пива и шампанского до марихуаны и героина, и в этом смысле по функциональному назначению, конечно же, ни шампанское, ни героин, они ничем не отличаются одно от другого по своему функциональному назначению. Убойная сила, да, действительно разная, и поэтому вот сегодня часто борьба за трезвость на уровне средств массовой информации, она сводится к спору, как нужно пить и поскольку красное вино или шампанское или значит коньяк перед сном. Вот, ну, это как раз та известная ситуация, когда вместо поиска истины предлагаются два ложных варианта. Ну, а если человек понимает, что он создан по образу и подобию божескому, и что он не должен уходить вот с того уровня, на который его Всевышний поставил, потому что нам дана и воля, и развлечение, и если, тем не менее, мы способны сами по своей воле и по своему желанию причинять себе вред, ну, значит, мы живем не по-божески. Поэтому вот люди, с которыми я общаюсь, они не пьют не потому, что это вредно, что склеивается, что-то там пропадает, а просто потому, что это нарушение иерархии Вселенной, вот, когда человек своими руками причиняет себе вред. Часто повторяю этот пример для молодежи, что, скажем, тараканов, когда травят, то они, по крайней мере, накануне не скидываются на дихлофос, а люди способны тем, кто их травит, заплатить еще и за это деньги. Я в своей логике мог бы понять, если человек закурил, а ему за это 100 рублей дали. Но когда он себя отравил, и он же заплатил, выше моих сил понять, как такое может происходить, если человек относит себя к биовиду человек разумным. Ну, а дальше, если смотреть, конечно же, вот на сегодня многое, и если человек не пьет, то ему проще понять многое в окружающем его мире, потому что он начинает задаваться другими вопросами. И вопрос четвертого приоритета, вопрос мировых денег, он, конечно, при таком более серьезном размышлении на обыденном уровне, я не говорю там о профессиональных каких-то исследованиях, но просто не надо быть экономистом, чтобы понять, что ситуация с деньгами, она сегодня не вполне так состоятельна и продумана, когда один рисует бумагу, а второй ему за эту бумагу шлет из страны нефть, газ, лес и все остальное. Ну, и, кстати, вы прекрасно знаете, что Владимир Иванович Путин в свое время в послании Федеральному Собранию подчеркивал свое удивление, что мы продаем нефть в Лондоне и за доллары, а не в России и за рубли. Это я по поводу алгоритмики возможных перемен в стране. Президент это понимает, но нет той кадровой базы, которая также понимала бы это. И в такой ситуации никакие усилия президента они не могут привести к нужному результату. Поэтому, на мой взгляд, вот то, что у нас в стране проходят такие мероприятия, как вот вчерашнее мероприятие в Башкортостане, оно называлось «Трезвое село». Но от тезис трезвости там тоже перешли к тезису здравомыслия и, соответственно, обсуждали самые разные вопросы, затрагивающие просто судьбу и жизнь там человека, семьи, да и страны в целом. тему покажется вот и вот выходит субборки. Ну да, вот я тут уже сегодня принес, деньгами сорил. Вот. Ну, наверное, по этому опыту вы знали, что что-то в интернете это широко представлено, но я просто вот хочу показать, мне там пачку дали денег, но они уже с истекшим сроком. То есть вот это так называемые шермуатики, вот так они выглядят с разным номиналом. Вот видите, вот это значит тысяча, это сто, это пятьсот. Вот. И у них здесь вот на обратной стороне есть такая табличка, то есть они ежемесячно теряют в цене. То есть поначалу, если написано пятьсот, то это пятьсот рублей, а потом каждый месяц они теряют что-то и через год у них остается там, видите, треть от того, что было. То есть это средство не накопления, а средство обращения. То есть они были проработаны вот и выпущены как раз когда сложности были экономические 2008 года, когда не было оборотных средств. и а вы сами понимаете как-то цепочка рвется. Нечем рассчитаться с поставщиками, поставщики не поставляют ничего больше, не заплатили людям, люди не покупают то молоко и в магазине, которое они могли бы купить. И вот они просто напечатали эти талоны, которые, ну, они так называются товарные талоны, но по сути это эквивалент в общем-то денег, потому что, ну, а что такое деньги? Да деньги это просто информация на бумажных или электронных носителях. Поэтому у нас вот здесь немножко с пониманием этого вопроса нет ясности. Почему? Потому что мы находимся под давлением стереотипов. И когда я слышу соображение нашего финансового блока, что да, конечно, можно было бы, жилья, но у нас нет денег. Для меня это абсолютно как бы ну, ситуация, которую я ничем не могу объяснить, потому что, еще раз говорю, деньги это просто информация, их не может не быть, их не может не хватать. Если вы решили что-то реализовать, допустим, строительство жилья для молодежи, да, одноэтажную Россию, у вас для этого может не хватать, к примеру, леса, или у вас может не хватать земли, или у вас не хватает энергоресурсов, или не хватает рабочих рук, или нет спроса, но если все есть, то не может не хватать денег. Я могу сказать, что да, не хватает вот рабочих рук, ну, это понятно, но как не хватает денег? Денег может не хватать у отдельного человека, но не может не хватать денег у государства. Просто деньгами нужно управлять, и стереотип, который не преодолен так же, что увеличение денежной массы якобы связано с инфляцией, хотя это абсолютно не так. Контуры денежного вращения, вы помните, в прошлом они жестко разделялись, контур безналичных денег, это сфера производства, контур потребления, контур международной торговли. Но можно контуры отдельные не создавать, но деньгами-то надо уметь управлять, поэтому если вы имитируете деньги и запускаете их в процесс производства, и у вас на выходе увеличивается объем товарной продукции, то соответственно цены будут уменьшаться на эту продукцию, поэтому чем больше денег вы напечатали, тем ниже будут цены. У нас же вот на уровне аксиомы такой навязан стереотип, что увеличение денег это однозначно увеличение инфляции, что абсолютно не так, поскольку инфляция связана с составкой кредитования. Ну и мне очень приятно, что мы в общем-то сейчас каждый из присутствующих здесь наверное как-то так или иначе ощущает свою причастность к тем переменам, которые идут в стране. И я бы сказал, что да, вот именно к нашему сегодняшнему слету или к встрече вчера в Шеймуратова нам, если хотите на таком матричном уровне приурочены две последние встречи Владимира Владимировича Путина. Позавчера он ее провел с финансовым блоком правительства и обсуждался вопрос один о снижении ставки кредитования. А вчера он провел совещание уже с Центральным банком и с банкирами ведущими страны, где обсуждалась та же самая тема. Такого в истории нашего государства еще не было. Чтобы вопрос о ставке кредитования выносился на официальное обсуждение на уровне президента. Потому что вообще говоря это вопрос над государственного управления. и вот так таких случаев не было. Чтобы он впрямую ставился открыто. И я думаю что это как раз свидетельствует о том что наш президент уже ощущает ту кадровую базу которая понимает то о чем он говорит и понимает значимость этой проблемы и пути и способы ее решения. точно так же как и свидетельством вот таких перемен на глобальном матричном уровне они сейчас мне кажется всеми ощущаются это вот я бы все-таки назвал день рождения Пушкина нынешний 6 июня вот такая дата которая на мой взгляд как-то характеризует некоторый разворот. ну известно что именно в день рождения Пушкина как раз встретились две серьезных матрицы принципиальных это матрица Лебединого озера когда на 50 стран транслировался этот балет из Мариинского театра нашего и одновременно Владимир Владимирович Путин был на балете Эсмеральда в Москве и последствием этого мы могли наблюдать наверное на встрече восьмерки прежде всего когда вы помните накануне этой встречи все участники этого совещания кроме Путина обозначили свою позицию они были однозначно за поставки немедленное оружие в Сирию ну и по сути о начале военного вмешательства в процессе происходящего в Сирии и единственной кто придерживался иного мнения был Владимир Владимирович Путин тем не менее итоговое коммунике было подписано в редакции Путина и это тоже о многом говорит именно на таком матричном уровне это говорит о том что по-видимому ситуация складывается так на эгрегореальном левом уровне это происходит или по каким-то иным схемам но получается что достигнута договоренность об этом на надгосударственном уровне управления над теми кто стоит над президентами или ну как раньше над фараонами в древнем Египте да так сказать всегда были жреческие структуры так сейчас есть некоторые надгосударственные системы управления и вот по-видимому у нашего президента там получается решение вопросов на сегодня уже более удачливо чем у других президентов ну я думаю в нашей аудитории здесь повторяться по приоритетам подробно не стоит значит просто конечно же сейчас наиболее остро все что происходит в мире обнажает вот суть этих приоритетов и идеологического и хронологического и исторического и мировоззренческого то есть все становится предельно ясно и когда за норму принимается то что навязывается западной цивилизацией то никогда эти идеи не будут не будут приняты цивилизацией российской цивилизации русской и это становится просто совершенно очевидно но я хотел бы для тех кто об этом уже слышал может быть повторить но здесь наверное есть и новые участники встречи что самое главное когда мы говорим о мировоззренческой безопасности вот о формировании человека и о в конечном счете о том чтобы дети у нас рождались нормальными здоровыми а будущее наше нашей страны она в общем то можно говорить о многих составляющих а можно сказать что она будет тогда когда у нас с вами появятся елены прекрасные и василисы премудрые и вот когда эти елены прекрасные василисы премудрые значит дадут нам поколение своих детей вот тогда у нас все изменится поэтому мы должны конечно понимать вот такую информационную сущность человека и возможности нашего сознания очень хотелось бы чтобы это понимали прежде всего молодые родители если смотреть на мозг человеческий то два блока сознание бессознательное взаимодействующие между собой так вот этот нижний блок о котором мы говорили он формируется по сути в утробе матери и вот этот процесс формирования почему он и особенно важен потому что каждый появившийся на свет ребенок он имеет вот этот блок где записано хорошо или плохо память всех предыдущих поколений все это зависит от того как происходило зарождение плода при каких обстоятельствах информационных и как этот плод вынашивался и вот это матрица прошлого это общеизвестные вещи вы прекрасно знаете что после тренировки многие учатся и входят в бессознательное те кто не употребляют алкоголь чаще всего находят возможность также выводить эту информацию из бессознательного виде интуитивных прозрений или как женщины говорят сердцем чувствую душа подсказывает это как раз все об этом ну и наконец блок сознания если человек живет только на уровне сознания то он конечно же не использует свои ресурсные возможности как человек потому что возможности по памяти по быстродействию блока бессознательного но по крайней мере на 8 порядков более мощные чем возможности сознания поэтому любая задачка которая перед вами стоит если вы ее вечерком продумали и оставили в своей памяти то эта задачка будет решена и ответ будет с утра находиться на бессознательных уровне психики вот самое главное научиться потом эту имеющуюся у вас информацию вывести на уровень сознания и вот этому надо учить детей прежде всего это должны понимать и студенты и и молодежь наша но естественно и взрослое поколение для того чтобы помогать тем кто вступает во взрослую жизнь потому что все равно все это существует только в преемственности поколений и все это существует прежде всего через семьи я хотел бы сказать что сегодня может быть вот как я и говорил только от человека можно идти к изменению в обществе но важнейшим связующим звеном является безусловно семья на мой взгляд нет более мощного института чем семья и вот этому мы должны сегодня наверное все вместе и на уровне просто инициатив общественных и хотелось бы чтобы эта линия более внимательно проводилась и государственностью нашей потому что любые провокационные действия против страны ну а сейчас мир устроен так жесткая конкуренция и конечно же умные толковые люди нам как в нашей стране конкурентам нашим не нужны и они предпринимают всяческие усилия чтобы облегчить себе условия конкуренции так вот мы должны понимая это в общем-то делать все для того чтобы институт семьи был на защите вот этих интересов и отдельного человека и государственности нашей но я просто на своем примере это поясню что институт семьи невозможно перебить ничем никакими пропагандистскими приемами никакими так сказать агитациями пропагандами фильмами книгами и так далее почему на примере моей семьи ну вот у меня скажем две дочки сын там сестра и ее дети но никто их никогда не с агитирует они в течение жизни не сделают глотка алкоголя и это произойдет только потому что это семья потому что у нас но такие семейные нравы обычаи традиции они потому что они вот как бы так сказать они в том же информационном поле находятся и они тот же самый бред слышат с разных сторон и по поводу алкоголя и табака и так или иначе видят и фильмы которые зомбируют на спаивание и табак но институт семьи намного мощнее вот это мне кажется хотелось бы чтобы все имели в виду ну и конечно же в наше время вот я считаю самый главный шаг в сторону обеспечения мировоззренческой безопасности защиты личности это более глубокое понимание вопросов богословия те кто понимает мир по крупному на хорошем уровне они должны конечно же вот этот вопрос прежде всего в нем разобраться вот потому что на сегодня при все и при всей той бесчеловечности которая навязана в мире церкви все-таки вот эту веру в бога сохранили мы знаем что там порядка 500 только таких конфессий очень заметных где там начинают миллионы человек перевернуть не просто такие секты малочисленные до до 500 конфессий крупных на земном шаре есть но каждая из них все-таки что доказывает он оказывает что вера в бога это неотъемлемая часть вот жизни сегодняшнего человека и как не пытались вот навязать идею такого материалистического атеизма когда так сказать о боге просто было запрещено говорить и принцип этот к сожалению сегодня сохраняется во многом в научной среде потому что как только в научной среде произносишь слову бог так сразу на тебя показывают пальцем а ну это так сказать человек не от науки и на этом дискуссия заканчивается так вот церквям удалось сохранить вот это представление практически у всех народов которые бы назвал вот верой в бога но если вы послушаете вот выступление патриарха нашего он всегда говорит о вере в бога но сегодня мы входим в эпоху водолея мы вошли с вами в третье тысячелетие я убежден что здесь тоже будут перемены а какого свойства но вот базовый вопрос который позволяет решить все и и проблемы с алкоголем и проблемы с развитием страны и многое многое другое это переход на понимание иной иной и но иных представлений о вере потому что вера буквальный смысл то какой я даю ара это символ бога ведаю бога вот что такое вера она говорит о вере богу не вере каким-то земным там так сказать проявлением прежде всего о вере богу самому непосредственно и поэтому вера богу это принципиально иное состояние души когда человек верит что если он живет по-божески то он верит что бог его защитит от любых невзгод от любых проблем и с ним не произойдет никаких нехороших случайностей но это тогда извините меняется полностью алгоритмика поведенческая потому что вера в бога это да я знаю что там где-то чего то есть ну и ладно а ко мне-то какое-то имеет отношение ну вот я верю и на этим можно ограничиться а вера богу она предполагает радикальный изменен и изменения поведенческих стереотипов когда ты веришь богу и веришь в то что он значит сделает все для тебя необходимое и защитить тебя от разных не в год невзгод только при определенных твоих поведенческих стереотипов поэтому очень важно вот эту матрицу и вот этот термин бог все-таки не ограничиться словами а понимать это явление да что есть разные уровни организации интеллекта и как есть над растением нечто что ему не дано понять там животный мир так и над человеком есть нечто что в его стереотипах восприятия непознаваемо но познается это через уже реальную практику когда человек начинает верить богу и начинает присматриваться к происходящим с ним случайностям то он убеждается ежедневно вот в этой прямой алгоритмике взаимодействия отдельного интеллекта и божественного разума если угодно ну а жить по-божески это очень просто не причинять вреда себе поэтому алкоголь и табак в моем представлении лучше вести эту работу пропагандистскую отталкиваясь не столько от статистики значит пьянство трезвости и физиологии воздействия на человеческий организм сколько о том что это просто не по-человечески то есть если человек хотел бы сказать что он тот самый человек которого диаген искал человек с большой буквы человек который живет по-божески ну тут тогда извините это никак не совместимо с причинением вреда себе это нарушение иерархии вселенной и это получение неких неприятных для себя последствий не причинять вреда окружающим тебя людям не причинять вреда мирозданию вот собственно такие простые в общем-то не мудреные истины ну и пожалуйста дальше конечно же если мы говорим о здоровом образе жизни и о том что вот могло бы объединять людей у у нас сегодня очень много движений которые позиционированы на линии патриотизма и каждый по-своему пытается решать эту задачу и нужно находить вот какие-то какой-то минимум против которого ну просто сложно возражать конечно же наверное среди людей патриотически настроенных большинство все-таки понимает что алкоголь табак это действительно инструмент развала страны я это могу привести по примеру моей малой родины псковской области которая на фактически истреблена с помощью алкоголя но если победить алкоголь проще и вот из моей практики очень многие причем очень известные люди очень состоятельные у меня были примеры когда там 20-минутная беседа позволяло полностью вот перевести их в иную матрицу в частности вам уж такой маленький секрет расскажу что вот лучший летчик россии богдан сергей герой россии который вот в последний раз на ледурже поднимал в воздух самолеты все наши именно с ним президент и председатель правительства встречаются там вот где-то лет наверное шесть-семь назад была у нас с ним встреча у меня дома и буквально полчасика мы с ним побеседовали но и когда у него спросил по алкоголю он сказал что но как как все я это не пью